Добрый день, друзья! Сегодня покажем коротенькое видео о том, как надо готовить печь к сезону, к зимнему. В первую очередь проверяем все прочистные дверцы, что у нас находится в колодцах. На самом деле сажи, золы не так много. Все горизонтальные части как раз надо проверять и смотреть. Для прочистки нам понадобится кочерга, совок и щеточка. То есть кочергой мы погребаем всю сажу ближе к выходу. Сажи на самом деле не так много, а здесь уже все подхватываем. Проверив и прочистив все каналы через прочистные дверцы, переходим к топочной части. В топке у нас очень много сажи, золы. Зола в свою очередь закрывает выход кислорода из колосника и также мешает нормальному горению. Сажу убираем. Прежде чем начнете чистить, лучше открыть все задвижки, чтобы лишняя сажа уходила вверх. Чтоб меньше было в помещении пули. Теперь, когда брали до колосочка, его можно выдачить. Вот таким образом стряхнуть вниз. Колосник у нас здесь стоит катализаторный с отверстиями для заполнения сажей. Очень хороший, долговечный. Везу с толитком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После сохранять. Для защиты стен и подачи вторички в топливник. Также вот насrain, прочищаем. За кольчугой идет у нас такая щель, покуда так же мы получаем Чистим колоснички, а потом устанавливаем их на свое место Этот колосник местный от гузи попал, убираем, а так все оставляем на своем месте Отсажу, из него вычищать не надо Так, все, стопкой все закончено, трещин нет, все отлично Сверху плита также целая, никаких нет с ней деформаций Короб на дверке нормально Подчерпываем и вычищаем Можем закрывать Щель работает, это задвижка подачи из подняла кислорода, уже проверяем, все работает Задвижки верхние мы уже открывали, они тоже можно подключить Все работает Так что первая подготовка проводена, можно закладывать дрова Первый запуск может быть немного проблематичным Из-за скопившейся сырости колпака и дымоходов Используем летний ход И прогреваем печь Сейчас мы разогреваем трубы Литние трубочки будем закрыть Все, тем самым мы запустили печь уже в полноценном режиме и можем пользоваться ей Используем